Всем привет! Добро пожаловать на исторический канал Heritage Pins или исторические заметки. Долгое время я шел к созданию такого канала на YouTube, путешествия по таким историческим местам, местам с военной историей, памятники, замки, крепости, все такие знаковые исторические места. Это, наверное, такое мое длительное хобби. И, да, долго я задумывался, что есть смысл создавать такой канал на YouTube, будет он кому-то интересен или нет. Ну, наверное, не попробовав, не узнаешь. И не так давно я пришел к выводу, что, да, делать надо, потому что езжу много, вижу много, много интересного. И, да, хочется делиться с вами такими местами. Сразу скажу, что я родом из Эстонии, поэтому первое время такая львиная доля наших вот этих вот исторических заколок, как я называю, вот такие места, где я бываю, они будут посвящены Эстонии. На канале вот первое видео уже было сделано. Такой пилот-проект, такой немножко блинковым, как мне кажется, получился. Но вот надеюсь, что второй будет уже лучше. Поэтому вот сегодня приглашаю вас в такую часовню. Очень известное такое место в Эстонии, это часовня в Саха. Находится она недалеко от Таллина, в местечке Саха. Это вот Саха-Ло, Куло, то есть со стороны Марды, если вы едете, тут, ну, километров 12. И причем я сам это место обнаружил совершенно случайно. И я так подозреваю, что кто живет в Эстонии, в Таллине, вообще немногие знают о таком месте, что оно вот под боком, такое интересное, такое древнее. Ну, что, пойдем посмотрим, что это такое. То есть вот эта часовня. Вообще, по легенде, здесь вот именно на этом холме раньше было такое языческое место среди древних эстонцев. И потом вот именно на этом холме, на пригорке появилась такая часовня. Но предыстория такова, что это, ну, говорят, что это легенда, то есть как вот ее построили. Значит, вот, судя по всему, что в той стороне, Таллинский залив, и там три купца на корабле терпели кораблекрушение. Совершенно отчаялись, спастись, выжить. И в самый такой тяжелый момент они увидели с корабля высокий берег, очень высокое дерево растущее на берегу, на холме. И эти три купца могли видеть, что если они выживут, то обязательно построят часовню на этом холме. Но вот если верить этой легенде, эти три купца выжили и возвели на этом месте такую часовню. А теперь уже достоверная информация. То есть вот сейчас мы видим, что часовня эта построена из известняка, из плетника. Но первоначально она была деревянная. И построена она была по преданию даже на 50 лет старше, чем начался строиться Таллин. То есть вот это вот место, это часовня старше Таллина на 50 лет. Значит, первоначально, как я уже говорил, часовня была деревянная. И она сгорела во время восстания Людивой ночи в 1223 году. И потом на этом же месте была возведена уже часовня из камня. Построена она была в 15 веке. И к концу 18 века часовня обветшала, местами обвалилась. И вот именно в таком вот виде, как мы ее видим, она была восстановлена лишь в 80-х годах прошлого века. То есть в 1980-х годах ее восстановили вот именно по литографии. Ну, восстановили в таком виде, как это часовня выглядело с 15 века. Так, пойдем вокруг. Да, сразу же я говорю, что здесь вокруг часовня кладбище. Вот на той стороне, там уже такие более старые могилы. Здесь могилы свежие, поэтому, если вы приедете сюда, пожалуйста, соблюдайте тишину, соблюдайте чистоту и порядок. Да, кстати, по информации, которую я нашел в интернете, утверждается, что вот эта часовня, часовня в Саха, это точная уменьшенная копия монастыря Перита. Ну, так как от Перита остались одни развалины, несложно тут утверждать, так ли это или нет. Ну, возможно, да, какой-то сходство есть. Так, вот здесь такие, наверное, самые старые могилы на этом кладбище. Видите, еще такие. Круглые кресты. Каменные кресты. Видно, что они очень старые, очень древние. Я даже не могу разобрать даты, которые здесь высечены. Ну, вот, по-моему, 1811 год. Представляете, такие двери больше 300 лет назад. Да, здесь еще что-то читается. Здесь не видно совсем ничего. Итак, давайте обойдем вокруг. Здесь каменно-звестниковая постройка. Каменные рамы, такие, очень педагогичные. Там так леет от них стариной, черпичная крыша. Так, вот это южная стена, южная стена часовни. Здесь есть портал. То есть, да, сюда можно войти внутрь, посмотреть на интерьер этой часовни. Но чуть попозже давайте обойдем вокруг. Да, в часовне два портала. Вот один южный запасной. Да, вот такой портал здесь есть на западной стене. Да, кстати, вот тоже по информации, которую я нашел в интернете, вот эта вот ниша довольно-таки уникальная. Сюда стекает, наверное, если я правильно понял информацию, найденную мной в интернете, то есть здесь набирается чистая дождевая вода и вот по этой нише, по этому жёлобу стекает вовнутрь часовный. То есть, в принципе, да, раньше все такие здания, они играли не только духовную, но и такую защитную роль, поэтому в здании в случае там какого-то нападения могли укрыться люди, и вот таким образом без питьевой воды они бы не остались. Ну, вот такая вот башенка винтовая, она тоже говорит о том, что часовня имеет такое оборонительное значение. Раньше, да, помимо именно духовного предназначения, здесь в этой часовне могли укрыться на ночлег там какие-то пультники, торговцы могли оставить на хранение в злоумеренную плату свои товары. Ну и да, соответственно, оборонительное значение. Очень велико было раньше у всех таких зданий. Так, вот тоже старые могилы. Тут уже можно разобрать, что человек родился в 1836 году, похоронен в 1920-м, 1842-й год рождения, 1928-й год смерти. Ну, здесь без таблички крест, то есть, ну, тоже без малого сто лет могилам. Старое кладбище. И вот здесь, если пройти сюда, то отсюда, наверное, такой самый, самый, самый отличный вид панорамный на эту часовню. То есть, немножечко тут зайду в заросли. Ну, вот. Как-то так это все выглядит. Очень классно, очень археалично. Да, кстати, по преданию, по преданию здесь в этой часовне даже обитает такое местное привидение, которое можно увидеть в оконных проемах ночью. Потому что, да, здесь есть подсветка. То есть, сюда можно как днем приехать, так можно приехать уже в темное время суток. Я не проезжал здесь пару раз по работе, поэтому, да, подсвечиваются, выглядит так очень классно, очень здорово. Так что, зайдемте внутрь, посмотрим. Вдруг тоже повезет увидеть местное привидение. Неизвестно, доброе оно или не очень. Посмотрим. Так, ну вот, как я уже говорил, дружный портал, он всегда открыт, можно сюда зайти. Тоже соблюдаем тишину. Ой, какая тут акустика сразу же. Так, ну вот, значит, однослойчатая арка. Вот, все древнее. Ниша в стене. Вот, пожалуйста, здесь сохранился алтарь. Да, кстати, часовня, это тоже действующее. Здесь бывают, приходят обряды открываний. Поэтому, если вы придете сюда посмотреть, если вы видите, что здесь проходит какой-то обряд, подождите, не заходите. Не мешайте. Людям простите со своими близкими. Да, ниша в стене. Всегда горит. Насколько свечей. алтарь. Так, ну что, попробуем зайти тогда, подняться по винтовой лестнице, винтовую башенку. Ну и смотрим. Может быть, повезет увидеть привидение. Да, сейчас, секунду, вот здесь, кстати, тоже, касаемо оборонительного, оборонительной функции этого сооружения, я подозреваю, что здесь как раз был такой засов, который сюда задвигался, в случае опасности задвигался вот в этот выступ, и дверь уже было не открыть. А вот как раз сток сюда, вот с этой ниши, с этого сосуда, питьевая вода, рождевая для роса могла попадать внутрь здания, и люди были обеспечены питьевой водой. Так, ну пойдемте, посмотрим, что там у нас на выход. Так, степеньки довольно крутые, вот у девушки на каблуках, сюда подниматься не рекомендуется. Вот это получается, ну внутри плитовой башенки. Вот так и мы смотрим на больнице, верю в уши, еще одна, вот сюда, вот в самом верх, туда, конечно, не попасть. Винтовая узкая лестница. Ну и вот, получается, мы над крышей, под крышей, или не под черепичной крышей. Здесь тоже так все довольно круто, поэтому мне не за что держаться. Вот, я, кстати, для меня было, прям первый раз очень удивился, когда сюда попал, что, оказывается, черепичная крыша, она просвечивается сонтан изнутри. Да, то есть, нет ни какой герметичности, ни зданий, ни растворов, ничего. То есть, по сути, черепицы просто уложены на другую. Ну, вот, такой интерьер. Наверное, раньше это использовалось как складские помещения. Как раз то, что я говорил, что купцы могут оставить свой товар на хранение. Может быть, какие-то запасы продовольствия здесь были. Да, спускаемся тоже очень аккуратно, потому что, кстати, сюда спускаться сложнее, чем подниматься. так, ну, все хорошо, аккуратненько, не спеша. Спускаемся вниз, да, туда нужно. Смотрите, вниз, в больницу. низкий потолок, гребите голову. местные жители витают внутри. Вот, наверное, фрагмент, может быть, стены часовом 15-го века, я так думаю, с высочной надписями. Ну, вот такое место, оказывается, у нас есть рядом с Марну, недалеко от Таллина. уверен, что мало кто о нем знает. Приезжайте, да, посмотрите, походите вокруг, зайдите внутрь. Не знаю, вот в таких местах, как бы, в древних, таких старинных, прям вот эта вот атмосфера старины, она прямо чувствуется, она висит в воздухе. То есть, вдвойне классно, когда можно побродить не только вокруг, а именно попасть внутрь, посмотреть вот эти все нюансы постройки, то есть, как строили раньше, каменная постройка, черепичная крыша. В общем, ощущения такие, прям классные, непередаваемые. Так, хорошо, что сегодня погонка, кстати, не подкачала, довольно солнечный. Сейчас еще посмотрим отсюда, с этой точки. Дорогие друзья, я надеюсь, второй блин, второй блин нашего канала, он уже не вышел таким явно комом. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы заинтересовались и сможете приехать сюда на выходные, провести здесь пару часов, там, ну, час прикоснуться к старинной, кунутся вот в этот древний, древний такой, древний дух. Не знаю, мне, мне прям вот, ну, очень нравится такой отдых, что-то такое историческое, древнее. Да, одним словом, оставляйте комментарии, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Лайки для меня это, скажем так, такая лишняя мотивация видеть, понимать, что вам это интересно, мотивирует делать следующие сюжеты, готовить различные материалы. Также скажу, что вот ссылка, вот в описании этого ролика, внизу будет ссылка, на мой военно-исторический сайт, как раз вот именно на страницу, посвященную вот этой часовне в Саха, то есть вы можете пройти по ссылке, там сразу же будет интерактивная карта с отметкой вот именно этой часовни, то есть там все просто, хотите сюда приехать, неважно, в какой точке Таллина вы находитесь или там, в какой точке Эстонии, просто выбираете этот адрес, пункт directions, и вас автоматом перекинет на Google-карты, и маршрут автоматически будет проложен, то есть по навигации вы приедете сюда, уверен, не пожалеете. Да, кстати, заезжать можно как вот со стороны Таллина, со стороны Ло, нет, со стороны Таллина, да, это получается, с той стороны вы приедете, либо со стороны Мардо, Мардо Ярф, Мардо Озеро, это с той стороны, и на карте я именно помечу вот ту точку, где стоит у меня машина, то есть вас приведет прямо сюда, здесь грунтовая парковочка, в принципе, место есть всегда, все четенько, погуляйте, посмотрите. Да, буду рад любым комментариям, подписывайтесь, будем на связи, всего хорошего, спасибо, что были со мной. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 , 不了 Tre entregа,